А знаете ли вы, что означает слово «аксиос»? «Аксиос» в переводе с греческого «достойный» Это возглашение при хиротонии рукоположении Водиакона, Иерея и Епископа И у меня уже братья и сестры начинают спрашивать «Ну, а где свидетельство того, что Николай Степанович верит в хиротонию?» И сегодня будет как раз свидетельство об этом И я немножко расскажу о самой хиротонии, о свидетельство Николая Степановича Антонника И все-таки о чем написано в вероучении МСЦ ЕХБ «Аксиос» 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 Итак, я вышел из МСЦ ЕХБ Через некоторое время Николай Степанович Антонюк Прилетел в Новосибирск, чтобы рукоположить кандидатов в служители Дело в том, что кандидатуры этих кандидатов Тянулись уже долгое время в церкви Все никак не могли решить их вопрос И вот теперь, видимо, для того, чтобы вот как-то вот поставить жирную такую точку Чтобы вот как-то вот все действительно, наконец, двинулось с мертвой точки Заработало Видимо, здесь нужна была какая-то вот тяжелая артиллерия И пригласили Николая Степановича Антонюка, чтобы он их как-то вот очень качественно рукоположил И вот Николай Степанович Антонюк прилетел, чтобы рукоположить этих людей И он, знаете, в такой простоте на воскресном богослужении выходит, проповедует И в начале проповеди он рассказывает о своем взгляде на рукоположение Ну, ему, конечно же, пока он был в Новосибирске, рассказали обо мне Рассказали, видимо, о моем ролике и какую-то информацию Что вот был такой плохой ролик И вот Леонид, он обиделся Все это как бы вот стало, так скажем, донесли до него И он решил поделиться своими мыслями Как всегда в простоте, вот он прочитал из Библии Он же не читает никакую дополнительную литературу Его не интересует там ни вероучение Ни откуда ноги растут у одного учения, у другого Куда-то уходит, какие последствия у этого всего Он просто вот так вот говорит Вот я прочитал, в Библии написано, что там Через мое рукоположение дар не сходит Вот поэтому, братья и сестры, я вот верю, что вот так вот оно и есть Что вот когда я руки возлагаю, на человека не сходит дар Да и вы знаете, вот у нас был один брат, который вообще ничего не умел И вообще непонятно был какой, рука положили и слава богу И вы знаете, я дальше включу вам отрывок из его проповеди, где он говорит о хератонии Но перед этим я хотел бы остановиться на нескольких моментах аксион Дело в том, что хиратонию тоже нужно проводить по правилам, понимаете? Вот если бы действительно все так работало, как Николай Степанович Натанюк рассказывает, то нужно тогда рукополагать каждого брата, ну почему нет? Вот допустим там благовестник, диакон, пресвитер, благовестник, диакон, пресвитер. Вот прям через одного идти и вот рукополагать всех, чтобы все братья в церкви были благовестниками, диаконами и пресвитером. Ну а что стесняться-то? Оказывается, наверное, так не сработает. То есть есть какое-то понимание, что вот это вот рукоположение с наделением дарами, наверное, оно так вот, как бы вот, если вот им напропалую действовать, то, наверное, оно как-то не сработает. Дело в том, что, как и обычное таинство, оно совершается, так скажем, в тайне и мы не можем увидеть, что голубь с неба снизошел и сел там на голову диакона и все ахнули и сказали, вот действительно на него спустился дар быть диаконом. Ничего подобного не происходит. То есть это, так скажем, такое волшебство, магия, а может быть это просто такое шарлатанство, понимаете? Поэтому на самом деле в настоящих церквах, где есть учение о таинствах, это православная церковь, католическая, вы должны знать, что в протестантизме нет учения о таинстве. Если вы откроете веру учения МСЦ и ХБ, вы не найдете список из семи таинств, как, допустим, в православии или в католичестве. Да, это, допустим, таинство миропомазания, таинство брака, когда брачующие каким-то определенным, мистическим образом связываются в одну плоть. У нас нет такого понимания. Даже вечера Господня, мы понимаем, что там не происходит никакого таинства притворения, вина и хлеба в кровь и тело Иисуса Христа. Нет у нас такого никакого понимания. Поэтому для того, чтобы происходили эти таинства, в таких ортодоксальных церквах, там есть особые условия для того, чтобы это и было действительно таинством, а не каким-то шарлатанством. Ну и мне кажется, это логично, потому что если думать, что вот ты вот руки положил, помолился, и на человека тогда что-то с не зашло, ну тогда ты через одного там братьев всех вот рукополагай, сразу всех в пресвитер церкви, да и все. Что там стесняться-то, я не могу понять. Но нет, то есть все-таки логично, что должны исполняться какие-то условия. Итак, во-первых, должна быть правильная материя таинства, правильная вода, правильная мира, правильный хлеб, правильное вино, должен быть также очень правильный видимый знак. Допустим, в православной церкви это крестообразное помазание. Вот вы приходите, перед вами там какой-то человек, он говорит, я умираю, помажьте меня, чтобы произошло собравание, и вам нужно его миром помазать именно крестообразным, не просто там лоб, еще что-то. А вот именно, чтобы в этом во всем был какой-то определенный знак. Или, допустим, троекратное благословение, да, вот допустим, таинство покаяния, оно тоже должно что-то работать. Понимаете, вот у нас в протестантизме каются вообще вот налево и направо. Допустим, там моя супруга покаялась, пока смотрела фильм про последнее время. Друг меня покаялся, когда молился вместе с мамой, почувствовал такую нужду и покаялся. То есть, они даже не выходили к кафедре, понимаете, как это вот такое вот просто вот, можно сказать, безобразное покаяние происходит в протестантизме. И в протестантизме как бы говорят, да-да, да это все нормально, Дух Святой тебя как бы влёк, ты покаялся, все нормально, тут ничего такого страшного нет. Но если это таинство, то оно должно происходить по определенному принципу. Вы должны именно перед священником совершать покаяние, и священник, он должен троекратно вас благословить, иначе таинство не сработает, и покаяния у вас не будет. Мы, братья и сестры, с вами вроде бы не верим в таинство. Не знаю, как Николай Степанович Антонёк. Должны быть определенные правильные формулы для того, чтобы таинство сработало. Вы должны определенные заклинания говорить. Не пойдет так, что я, Николай Степанович, благословляю брата Надьякона. Не сработает. Я во имя там еще чего-то благословляю. Тоже не сработает. Нужны определенные формулы. Эти формулы, они все выработаны. И обязательно православной церкви после того, как совершаются вот эти вот все определенные формулы, все должны засвидетельствовать таким словом аксиос. Аксиос это слово, которое означает достоин. Вот теперь этот человек получил достоинство. Все должны говорить аксиос, аксиос, аксиос. И после того, как Николай Степанович отнимает свои руки, вдруг он становится обладателем этого достоинства. У него начинаются новые идеи, новые мысли. Он становится совершенно другим человеком. На него нисходит Божья благодать, духовные новые дары. И церковь свидетельствует этим словом аксиос. Но вы знаете, у меня такое ощущение, что не прозвучало аксиос. И может быть тогда вот эти вот таинства, они может быть не сработали. Может быть Николай Степанович это такой вот знаете вот шарлатан, который ездит, рукополагает, но на самом деле с людьми может быть и ничего не происходит. Вот знаете, вот мне интересно конечно подойти к этим кандидатам, которых рукоположили, спрашивать, ну и как достоин аксиос. И он скажет, аксиос, вот именно в этот момент во мне что-то произошло. Но мне кажется, что знаете, мне кажется, что такого не происходит. Совершенно не происходит. И никогда не происходил, и не будет происходить. Потому что таинство это не библейское учение. Учение о хератоне это не библейское учение. Ну а самое главное условие для того, чтобы таинство хератонии произошло, для этого нужна преемственность. Чтобы ты сам тоже был рукоположен от какого-то человека, который по-настоящему умеет рукополагать. А тут должен быть рукоположен того, кто его мог действительно по-настоящему рукоположить. И это должно тянуться одни апостолов. Ну вы знаете, что мне кажется, что у Николая Степановича нету преемственности от самих апостолов. Он не может сказать, что Петр рукоположил такого-то, такой-то, такого-то, такой-то, такого-то, а такой-то вот меня рукоположил. Поэтому вот это таинство есть, работает, вот оно есть преемственность. А если этой преемственности нету, если это просто такое, знаете, вот я Николай Степанович Антонюк рукополагаю, то конечно же в ортодоксальных церквях, там у католиков, у православных все будут смеяться, они будут смеяться и говорить, да какое-то хератония, да какое-то наделение дарами, вы что, вы самозванцы. А вы знаете, что в протестантизме именно так все и есть. В протестантизме все самозванцы. Там нету никакой преемственности. Эта преемственность уже давно утеряна, если она там, я не знаю, если она у католиков и у православных, это тоже под большим вопросом. Вот, но суть-то в том, что преемственности-то это и нету никакой. Поэтому таинство, да в принципе, это не может никак совершаться. А теперь давайте послушаем Николая Степановича Антонюка о его вере в хератонию. Братья и сестры, я вас всех приветствую сердечно. Один стих прочту и потом скажу, как дальше наше служение будет проходить. Послание к Титу, первая глава, стих шестой. Для того я оставил тебя в крыте, чтобы ты довершил недоконченное. Братья и сестры, в нашей жизни есть дела, которые мы иногда не доканчиваем. Но Слово Божие говорит, Павел к Титу написал, чтобы Тит довершил недоконченное. Речь идет о том, чтобы Тит по всем церквам поставил служителей, пресвятеров. У вас в церкви было начато дело, были избраны братья на служение. Вот три брата на пресвятерское служение, на служение благовестника и на служение дьякона. И поэтому сегодня как раз такое собрание, когда мы должны довершить недоконченное. Братья и сестры, как совершается рукоположение, я подробно рассказывать не буду, потому что большинство из вас уже наблюдали. У вас, как я понял, 7 лет назад было последнее рукоположение. Хотя для некоторых это будет немножко новое служение. Кто-то даже молился, я никогда не видела, как это происходит. Вот сегодня вы увидите. Меня рукоположили в 1982 году на пресвятерское служение. Все было по-другому, конечно. Ночью приехали братья, разбудили всех. Вот рукоположили и уехали. Хотя вы знаете, я почему-то думал, что меня должны помазать елеем. Я никогда не знал, как рукополагают. Я подумал, что меня помажут елеем. И меня не помазали, а просто возложили руки. Я даже подумал, может, что-то братья упустили. Но я скажу, почему. Потому что иногда бытует такое мнение. Вот помазание пресвятера, руку на помазанника не подумай. Ну вот так, плохо не говори за них. Или говорят, сняли помазание. Братья и сестры, служители не помазывали. Помазывали царей, помазывали пророков, священников. А служителей рукополагали. То есть молились с возложением рук. Первое рукоположение служителя, это было в глубокой древности. Моисей рукоположил Иисуса Навина. Ну а потом уже мы встречаем. Сегодня вот брат Александр читал, как рукоположили декану в церкви. Мы читаем в Антиохе апостола Павла и Варнаву. Возложили руки и помолились. То есть руки на голову служителей ложили, молились. И после этого уже брат принимал то или другое служение. Друзья, рукоположение, я понимаю, что это не просто обряд. Я верю, что через возложение рук Бог наделяет дарованиями. Ну, например, мы читаем, что Иисус Навин исполнился Духа Премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои. Ну, мы скажем, это было в древности, сейчас уже не так. Братья и сестры, апостол Павел к Тимофею написал, «Возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Я верю, что и сегодня, когда мы возлагаем руки, Бог дает дарование тем братьям в том служении, на которое их рукополагают. Я помню, однажды мы рукополагали при свитере, мы приехали в одну местность. Ну, и мне показалось, что брат слабоват для того служения, на которое его рукополагают. Ну, а в общем, братья и сестры, когда мы рукоположили, я и потом встречался с братом, и в церкви был, и слышал, это был очень благословенный пресвитер. Около сотни верующих хором скандировали слово «анаксис», что значит «недостоин» в переводе с греческого. Это прямое обращение к новому владыке Симбирской митрополии. На свою первую службу в Ульяновском федеральном соборе он прошел с иконой в руках, которая, по мнению окружения, должна была защитить его от гнева прихожан, подозревая, что на массовую акцию протеста людей вывели двое рядовых священников, которые недовольны, как они говорят, искусственными перестановками в руководстве РПЦ. А теперь, специально для Николая Степановича Натанюка, я хотел бы сказать несколько слов о вероучении МСЦ и ХБ. Дело в том, что в МСЦ и ХБ есть такая брошюрка, которая уже давно-давно создана, и, слава богу, не теми людьми, которые сейчас находятся в Совете Церквей. И там есть довольно-таки неплохие вещи, и, в частности, там неплохо написано о рукоположении. Итак, вот эта брошюрка, там есть такой раздел «Церковный завет», приводится, ну, как бы, так скажем, образец, что в церкви, члены церкви подписывают, так скажем, церковный завет, там примерно какие-то определенные есть правила вероучения. И, в частности, там в пункте 5 написано следующее. «Мы признаем, что церковь в самой своей среде избирает служителей, которые предоставлены к этому Богу через неспослание им соответствующих даров и ревности служения». То есть мы признаем, что церковь избирает служителей, которые предоставлены к этому Богу через неспослание даров, То есть вот Дух Святой, он сам дает человеку определенные дары, он сам избирает этих людей и также и ревности в служении. Это как раз о том, о чем я говорю в своем ролике об избрании служителей. И здесь приводятся цитаты из Писания. Ну вот, пожалуйста, довольно-таки просто написано. Может быть, надо было немножко поподробнее, конечно, расписать, что хератония у нас не работает, мы не верим в таинство. Но, в принципе, вот как я в своем ролике и говорю о том, что у человека должны быть дары, он должен заниматься служением и у него должен быть христианский характер. Все именно в такой последовательности и написано в вероучении МСЦХБ. Однако, дальше есть и само вероучение непосредственно. Это вот я вот выдержку из Церковного Завета, пункт пятый прочитал. А теперь само вероучение и вот в разделе местная церковь там написано следующее. «Служителей в Церкви поставляет Бог Духом Святым». Деяния апостолов 13.2, 1 Коринфянам 12.28 и Ефесянам 4.11. «Он призывает на служение мужей, исполненных Духа Святого и Мудрости», тут выдержки Священного Писания, «наделяет их дарами и способностью для служения» 2 Коринфянам 3.4.6. «По признакам, отмеченным в Священном Писании, церковь должна определить призываемых Богом и избирать их для служения». Деяния апостолов 6.2.7.13.1.3. Ну и тут еще много цитат, можете сами посмотреть. Итак, здесь конкретно написано, что «по признакам, отмеченным в Священном Писании, церковь должна определять призываемых Богом и избирать их для служения». Вот так и все просто. Церковь должна определять, а не назначать. Получается, что Николай Степанович Антонюк, председатель МСЦХБ, ездит по церквам и распространяет, ну, не библейское, так скажем, юридическое учение. И вы знаете, когда вот он приехал и проповедовал, и потом мне стали братья писать из церкви, посмотри, что говорил Николай Степанович Антонюк, я послушал. И я написал некоторым братьям, которые вот против меня вот там возмущались, я говорю, вот вы мне объясните, вот я говорил правильные вещи, и меня там прессовали в церкви, и вообще выдворили из нее, и наказать хотели. Николай Степанович приехал, рассказал вообще полную ересь, на воскресное богослужение, его записали, опубликовали, и он спокойно совершил свое, так скажем, ну, недостойное служение хератонии, улетел, и ему ничего не было. Все как будто так и надо. И мне эти братья ответили, а тебе какое до этого дело? Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освящается солнцем, а человек – знанием. Да храни вас Бог! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok